Девушки отдыхают Каждой семье свой дом В этом проекте объединились и строители, и энергетики В чем наша была идея? Строители предлагают альтернативные материалы Которые по качеству намного лучше, которые сейчас имеются И которые намного дешевле для возведения малоэтажного строительства Энергетики, у них тоже есть свои наработки и проекты Ну и, естественно, молодые, кто в политике, в руководительстве Там уже предлагали, ребята, механизмы С помощью которых можно удешевить В принципе, сами процессы реализации Прикоповки, земли Там еще много предложений Сейчас у нас определилось 10 регионов В сентябре мы собираемся уже через интернет По скайпу делать 3 скайп-конференции И 1 октября будет конкретная конечная концепция Это наша прошлая смена И мы отправим эту концепцию Мы приглашаем продолжать регионы Потому что мы пришли к тому, что если мы не сможем Вот сейчас объединить Чем больше регионов мы объединим Тем быстрее нас услышат Если кому-то, может, интересно Нам еще тут я дам почитать У меня, я думаю, что я расстался Остальные ребята развезли по регионам И кто захочет присоединиться Если что, ищите меня в 460-й Я вам тоже предлагаю подумать Зачем такого экрана присоединиться Да, ну вот Я думаю, что если вы мне эту информацию Дадите, если вы мне говорите Мне было бы это интересно Но я единственное, чего Чего бы я считал необходимым Продестеречь Для сегодня, допустим, движение Анастасии Вы знаете, там, зеленые члены То есть они так начинали Тоже с очень правильных таких вещей Что нужно жить на природе, на земле Каждый инвентарь Но они развивались тем самым Просто так и не развались То есть и вот каждому свой дом Это, собственно, не совсем то, что нужно В чем основная идея Основная идея должна сводиться к тому Что мы должны дать модель Иного образа жизни То есть что-то сегодня круто Сегодня это квартира в Питере И в Москве, да И вот на это все затачивается А мы должны В одном месте, в России Создать модель Как это делается Ну вот Нужно найти, во-первых, красивое место У нас таких более чем достаточно Пусть это будет, так называемый, депрессивный регион Но нужна серьезная государственная программа Нужно подключить серьезных специалистов Вот у нас там несколько узлов Совместно работают над этой проблематикой То есть логика-то здесь действие какая? Рассчитывается природный ресурсный потенциал Местности большой Планируется, как эту местность можно организовать Не относя ущерба природе Что там можно развить Рыборазвитение Закрытый грунт Молочное жирноводство Это и это Потом под это дело Планируется создание Жилья необходимого Причем, посмотрите Здесь не только молодежь Сегодня можно в такие проекты увлекать Ну а военки Увольняются там 40-летние В общем-то часто Крепкие ребята, да Куда их поселяют? Их опять многоэтажки Вот под Питером Потом они стоят в пробках Работу пытаются искать Где-то город А многие бы не согласились жить Вот в таком регионе Где организовано все И вот мы могли бы И здесь вот Из Европы У нас практически Из всех европейских стран Так или иначе Молодежь на нас выходит И они тоже чувствуют Эту противоестественность Дальнейшего движения В этот техногенный тупик Поэтому Очень правильный девиз Но главное, чтобы была Этерот еще правильная Потому что Каждому отдельный дом Это еще не значит Что это будет потом Оведенено Какой-то единый день А на самом деле У нас там идет Это и само название Работа Вот мы там Профессия Мы хотим организовать Помогать при строительстве И чтобы у людей Было вот это вот чувство Потому что Нет, я просто хочу сказать Что в основе сейчас Серьезных работ Должно быть вовсе Не каждому там Отдельное квартиру А должно быть Представление О, еще раз говорю Новый образ жизни Не отдельного человека А вот есть территория Где просто Принципиальный Иной образ жизни Люди не знают Что такое Бельонные коробки Дети все бегают И при этом все работают На самых высокотехнологичных Производствах У нас считается Что из ветерина Но там ничего Кроме коробки Нет Сегодня Действительно И строительные материалы И инженерные технологии И инфраструктурные решения И средства коммуникации Позволяют иметь Самое высокотехнологичное Экстра Так сказать Индустриальные парки Но не давящие природы А нормально работающие И там должны быть Лучшие технологии Земного шара То есть Нужно сделать так Чтобы Кто-то приехал И сказал И я хочу Так же Ну в чем смысле Поэтому Задача Нарешатель На мой взгляд Отталкиваться Нужна Ко-как Небра Нового образа жизни Образа жизни На земле В самых Технологичном Как-то сказать Усложном Те Действительно Можно найти Очень дешевые технологии И все это Не внедряется Только потому Что на этом Пропадает Зай То есть Всем важно Оборачиваться Большим Как только предлагаешь Дешевление Я вам скажу Мы сейчас создали У себя Такой Демонстрационно-выставочную площадку Где как раз Вот демонстрируются Дома Там вот сейчас Делается дом Из соломы И камешовой Крыша Дальше Дом Канадским Технологиям Дом Из Клееного Бруса Дом Парни Дом И так далее Все инженерные Решения И В общем-то Скажем Дороги Новые варианты Дорожного строительства Идет просто Значит Машина Которая Рыграет почву До этого Взял анализы Того Какая почва Ноу-хау Добавки Которые туда Досыпаются Дальше идет Каток И закатывает Это все Ни грамма щеп Ни грамма песка Не скрыт И За Катком Остается Прочное Покрытие Которое Досыпает Асфальт Попробуйте Дорожное строительство Даже почва Просто Какие-то Добавки Эта почва Используется Как несущее Полотно Но в нее Добавляется В зависимости От того Что там Глина Сумболитно Песок Дальний Найдобавка И она Просто Заскорбивает И становится И То есть Влагу Никак не Может Ну вот Мы сделали Эту дорогу Год назад Сейчас Именно Ее Испытываем Проверяем Но Такие Дороги Допустим К фермам Идеально Потому что Просто Еще раз Дороги Идет Культиватор И как Во сколько Раз дешевле Примерно Просто Порядки Где можно Почитать Ну это у нас На нашей Восточной площадке На сайте Университета Может Если нет То Собакой Задавите Значит Сайт Нашего университета СПБ Гау Собака Моя Лакошка СПБ Гау Здравствуйте Здравствуйте Вопрос Вот Эта площадка Там Выслышна Да Вообще Как-то Можно Приехать Ну На территорию Там Действительно Города Или Где там У вас Есть Проект Чтобы Реально Постановить Что Есть Вообще Пообщаться С Ребятами Которые Этим Проектом Ну У нас Конечно Вот Площадка Действующая И Ну Я Не думаю Что Сейчас Вот Поездки Дело Такое И Дорогостоящее И Затратное По времени Просто Можно Сейчас Связываться Я думаю Можно Действительно И Скайп Конференции Проводить И Значит Просто По интернету Там Как-то То есть Я не хочу Сказать Что Там Ну Ладно Откроем Великие Таймы В общем В каждом регионе Свою Есть Интересная Работка Просто У нас Это Студент Это Практически Конкретные Модели Они Своими Руками Это Делали Можно Прийти Посмотреть Смотреть Как вам Удобно Будете В Питере Пожалуйста Я бы хотел Развод Один вопрос Есть Уже Упределенные Работающие Модели Таких Поселений Они Существуют Повсюду Мир Их называют Тайка Поселения В России Есть Допустим Герман Стерлидов Который Нашел Крупный Инвестор Который Принокировал Это Дело Насколько Мне Известно Отличие От вашей Итей Это В чем Что Во-первых У них Одна Профессия Одна Религия То есть У них Много Национального Много Религиозного Мира В этой Общине У них Нет Использования Современной Технологии Они Считают Что Это Что 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 Далекое От Бога Поэтому Они Не Используют Они Фактически Судят Своими Ружами И Вопрос У меня Был Такой Насколько Вы Считаете Это Возможен С точки зрения Коллективной Общественности Жить Вместе Зарабатывать Деньги Вместе Есть Много Клинки Утопии По Этому Вопрос Какой Город Солнце Тоже Не Получалось Насколько Это Реалистично У меня Честно Возникает Что Дело Дело В том Что Механизмы Экономические Они Не Могут Раз Там Речь Не Дет О Том Что Обязательно Все Должны Работать С Какой Одной Общиной Вообще Общинный Дух Он Для Нашего Поднародного Более Характерен В душе В крови У нас Община Из Представок К примеру Один из Проектов Который Мы Разработку Делали Здесь Кстати Недалеко На границе Тверской Московской Абластей Там Как Можно Сделать Там Не обязательно Как Вы говорите Что Действительно Какая Община Когда Все Нет Это Наверное Утопия Но Сегодня Возможно Какой Вряд Создается Единая Управляющая Компания Которая Значит Вот Весь Этот Проект Реализует Дальше Она Предоставляет Жилье Работающим В этом Ареале На Условиях Кредит Но Расчет Производится Той Продукцией Которая Этим Людмей Производится То есть Если Они Берутся Разработаны Технологии Человек Приходит Да Я Хотел Заняться Врачем И Тогда Та Товарная Рыба Которая Будет Производитель Она Идет Как раз Потом В расчет За то Жилье Которое Он Получит То есть Это Может быть Гранизовано Как Вполне Конец Проект И Стать Окупаемый Финансируемый Но Он Может быть Хорошо Просчитан Но То Что Окупаемость Там Присутствует Это Да Если Все Сделать По Убору Когда Не Так Что Просто Каждому Жил А Именно Рассчитать Без Проект Так Сделать А Возможность Проживания Там Человеческого Это Просто Уже Как Само Собой Разбегающаяся Вещь В этом Проекте Содержавшаяся Вопрос Совместного Уживания Этих Людей Которые Разные Культуры Разные Комсулы Они Вместе Конечно Формирование Комсулы Это Важно Но Не обязательно Все таки Вот так Чтобы Обязательно Были Разные Культуры И все Остальное Ведь Вот На сегодня Молодежь Если брать Ну Костяки Узов Да Но Только Мы Полторы Тысячи Человек Вкус Каждый Да Это Ребята Вот Вы Не Учитель Можно Сформировать Команду Там И Главиологи И Технологи И Механизаторы И так далее И так далее Ну Сформировать Комплексную Абрикаду И Начать Не обязательно Сразу С такого Проекта Который Проект Что касается Эко Поселения Действительно Очень Много Таких Разработок Очень Правильных Но Они Не Решают Задачу Комплекс Так О чем Вы Говорим Они Не просто Да Создают Особые Условия Для Проживания Но Они Не ставят Задачу Формирования Нового Образа Жизни Мы же Говорим О том Что В России Такие Необъятные Простой Когда Можно Реализовать Проект Вот Именно Нового Образа Жизни Не Просто Как В Европе Нашли Моин Случ Сделали Там Поселение А Сделали Целый Огромный Регион Который Просто Иначе Организовывать Там Нет Высотных Домов Там Строятся Только Малоэтажные Застройки Дети Все Покровенные Но Все Целить Надо У всех Есть Возможность Работать Причем Работать На Очень Современных Технологичных Местах Иметь Каналы Связи Все Необходимые Я Здесь Могу Прокументировать Я Сам Живу В Бельгии Я Сыгрую 14 лет И Действительно Большая Часть Местных Жителей Они Живут В Магерных Большие Города Есть Но Это Процесс 30-40 Заселения Не больше И Люди Ездят Работают За 100 За 150 Большие Города Что там Работают А Сами Живут Очень Хорошо Небольшой Добав На Семью В Голландии Еще лучше У них Парковка Для машины Парковка Для корабля Действительно Райское Место Они Индивидуализированы Или есть Что-то У них Есть Конечно Они Все Друга Знают Магерных Небольшие Проселения Они Другого Знают У них Другого Что У них Хочет Это Время Провождение Это Соответственно Какие-то Праздники Какие-то Они Делают Вечер Вести Особенно Если Туристический Город Там Конечно Вообще Я Считаю У нас Есть Возможность Обгонять Не Догоняя Я Как раз Говорю О том Что Мы В отличие От Бельгии Потому Что Бельгия Там Какое Количество Работ Каждый 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 Вынужденный Ездить За 100 Километров На Работе А у Нас Можно Спланировать Так Что Все У нас есть место и где создать рабочие места, и где создать жилье. Только нужно вот комплексно рассчитать всю эту территорию. Вот в этом, собственно, преимущество России. Что у нас эти безгрежные пространства территориальные, которые... То есть в Европе, действительно, чтобы изменить образ жизни, там нужен бульдозер. И там есть даже такое понятие эффект дебетонизации территории. То есть сколько отвоевано, да, сколько бетона. А у нас на сегодня, наоборот, брошена земля. Они вот недавно приезжали из Новой Зеландии. Но они говорят, что когда мы проехали, мы в шоке от ваших возможностей. Потому что земля – это же самое главное богатство. У нас, говорит, вот, ну, вы знаете, органическое земледелие. То есть земледелие, где, ну, на природных технологиях просто. Там же продукция на порядке дороги просто. Вот. А у вас, говорят, вся себя такая. У нас, чтобы получить этот сертификат, 8 лет нужно эту землю доходить, отсвеживать. А у вас эти земли, они прямо сейчас будут сертифицированы. Ну, и вот они, да. А у нас, к сожалению, тоже строят мегафермы. А как землю-то соберять? Нужно не мегафермы строить, а нужно создавать сеть семейных ферм, и объединёнок идёт переработать. Да, то есть… Ну, нужен подход государства немножко другой, когда, ещё раз говорю, в угло угла ставится и ВВП, и увеличение там, как сказать, дополнительной части у банка, в человечестве. Когда… А в человечестве становится… Ну, когда… Это реально? В Путинстве? Ну, я думаю, что как. Ну, здесь формируемая, да. Можно вопрос по глобальной политике? Я вот так, когда вообще не знаю, что вы понимаете. Что вы говорите? А… Из практики. В жилищный комитетный кооператив есть такая форма, когда, значит, граждане собираются в кооператив, накапливают и приобретают друг другу жильё. Эта форма не пришивать. По каким обстоятельствам? Сейчас я объясню. Параллельно запускались проекты самим регионам в части субсидирования строительства жилья. В сегодняшний момент все эти системы встали в другую сторону. Когда мы стали разбираться, мы поняли, что… Во-первых, стоимость. Себестоимость строительства жилья колеблется от 18 до 20 тысяч за квадратный метр. Стоимость на рынке жилья от 70 до 100 тысяч. Спрашиваем. На каком основании? Это первый вопрос. Второе. Когда, значит, человек хочет приобрести квартиру в кредит, ему выдают его под 22 процента. Ну да. Нужно три квартиры банкировки. Да. И никаких средств… И мы объясняем региональной власти. Никаких средств вам не хватит. Хоть какие вы проекты запускаете. ШНК, инвестиции, ипотека и так далее. Пока не уйдет с рынка судный процент. Пока вы не зафиксируете… Ну, надо подробно говорить. Да. Пока вы не зафиксируете цену на строительство, на конечный продукт. Никакие проекты, никакие программы работать не будут. Спасибо. Ну, так мы с этой темой, может, так уже очень серьезно нарылись. Какие-то еще вопросы? Можно по глобальной политике? Да. Вот я представитель Украины. Сейчас наша страна стоит на пути выбора вектора интеграции. И политики, которые находятся у власти, ну, в публичной власти, они заявляют о том, что выбор Украины – это цивилизационный выбор. При этом под этим выбором и эти цивилизационные ценности по факту является навязывание и пропаганда однополых отношений, омосексуализма и так далее и тому подобное. Вот как бы вы могли прокомментировать ситуацию, что сегодня европейские ценности стали ценностями однополой любви? И второй вопрос – продолжение этого вопроса. Какая роль православия в, так скажем, в вопросе выбора ценностей и цивилизационных ценностей? Ну, видите, то, что происходит сегодня в Европе и то, чего действительно Украина иногда так нелепо подражает, это не есть в любом случае цивилизационный путь развития. Не только нашей цивилизации, но и человечества в целом. Почему? Потому что, ну, фактически, сегодня навязывается садомия, да? Садомия – это что такое? Это, ну, половые отношения, не предполагающие появление детей в принципе, да? Там неважно, там, мужеложество, там, скотоложество, там, разновидности разные. И это абсолютно противоестественно. Мы должны с вами различать, что есть, значит, нарушение законов, а есть просто нарушение Божьих заповедей, да? Есть преступность, а есть порочность. И неважно от того, какие законы, то, что порочно, оно было, есть и будет порочно. Порочно – это то, что противоречит Божьему закону. Преступно – это то, что противоречит законам. Но если законы преступные сами по себе, потому что законы-то они не от Бога, законы – это люди предполагают. И если та или иная государственность начинает подпадать под какое-то гнилое, злонамеренное законодательство, то это государство обречено. Почему великие люди, там, Христос, Мухаммад, значит, Моисей, ведь они преступники. Они выступали против законов, которые действовали в их время. Но мы их называем праведниками. Почему? Потому что они были ориентированы на Божий промысел и на Божьи законы. Поэтому вот эта садомия, она как раз и является, если угодно, психологической основой той экономики, которая сегодня навязывается. Экономика либерализма, вот такого, она же ведь заточена только на прибыль сегодня. А почему? А потому что если у вас господствует садомия, то она же на детей не ориентирована. Будущего-то нету садомии. Поэтому урвать сегодня и все, и закончить. Вот, собственно. Поэтому и экономика адекватная получается. Что однополые браки, то и в экономике мы наблюдаем. Это все согласованная вещь. И такая экономика ориентирована на отсутствие. Конечно, православие, видите, еще раз говорю, что по смыслу своему право славит. И, в общем-то, заповеди православия, они прежде всего ориентированы на добро. Но здесь тоже, на мой взгляд, должно идти развитие в совершенно иной век, в который мы вступили. У меня вот недавно была длинная беседа с ученым-секретарем духовной академией нашей Питерской. Ну, я с ним говорил, что вот надо, значит, как понять замысел Бога? Ну, надо священное писание изучать. Я ему привожу примеры. Я говорю, да, беру два священных писания. Вот Библия, вот Коран. Коран категорически запрещает потребление алкоголя. Категорически запрещает азартные игры. Категорически запрещает судный процент. Библия. Христос много ел и пил, да, или там, значит, не отдавай, ну, или так, значит, и будешь давать взаимым многим народам, а сам не будешь брать взаимым. И будешь господствовать над многим народом, и они над тобой господствовать не будут. То есть пропагандируют деньги под процент как инструмент управления. Так я говорю, ну, как понять, какое это писание священное, если они вряд противоречат друг другу? Ну, и поэтому я и не пытался внушить, что единственное, на мой взгляд, такое незримое священное писание – это вот природа. Вот она, если мы понимаем, что она сотворена Богом, то там и заложены те алгоритмы, которые мы должны изучать. Мы должны изучать жизнь пчелы, и тогда многое для нас откроется. Я вот, например, видел в программе телевизионной, показывали пчелы, как они живут на юге, где там нектар иногда они берут с дерева, он сбраживается. Если пчела несет в пули нектар сброженный, да, алкоголесодержащий, охрана ее не пропускает сбрасывать слитка, если она предпринимает повторную попытку, это прямо вот показано было, я жалко не записал этот ролик, этой пчеле отгрызают лапки и сбрасывают ее уже окончательно слитка. Вот что такое пчела, как она защищает свою родину. Ну, нам надо оброждать кризис. Учиться, как бы, подсматриваясь природе очень много. И тогда мы пойдем за нас заедем. Ну, пожалуйста. Здравствуйте. Я Дамир, занимаюсь как раз строительством. И сейчас небольшой проект, опять же, вам поселку ведут. А вот вопрос в духе как раз одноэтажного строительства, некий, как там, в семье по дому. Ну, малоэтажный, да, вот этот проект? Да, да, звать его. Есть у вас какие-то рекомендации, какие-то подробные, может, шаги по реализации таких проектов? Потому что в реальности, получается, картина другая в том плане, что, например, даже тот же поселок, это 10 гектар всего у нас всего, а 54 участка получилось. И чтобы реализовывать какой-то проект, эко-поселение пускай будет. А на это нужно землю. А земля, в основном, она частная, либо она находится в совсем другой форме собственности, которую не дают, скажем так, нужно переводить, то есть разрешение. И еще очень важные затыки, связанные с получением тех условий, тех условий коммуникации, даже банально на электричество. То есть, есть ли какие-то рекомендации, вот чтобы, если такой проект брать, мне он как строителю, это очень интересно. Я возьму этот проект, но какие шаги, как мне это реализовывают? Вы понимаете, вся экономика сегодняшнего дня заточена на то, чтобы строилось только желательно хорошие этажей, и желательно возле города, только тогда у вас будет экономика нормальная. То есть, это просто способ организации нашего хозяйственного механизма. Поэтому, когда я говорю, я говорю, что нам надо менять хозяйственный механизм. Иногда, допустим, во Франции, там как? Там создают какую-то территорию новую, там отменяют все законы, и живут по каким-то временным, ну, под наблюдением государства, создается наблюдательный совет. То есть, конечно, сегодня, если просто жить по тем правилам, которые сегодня созданы, то, конечно, дешевле построить бетонные коробки. Ну, возьмите ту же Америку, к примеру. У нас 80% населения проживает в многоэтажных домах, а в Соединенных Штатах и в Канаде до 80-90% населения проживает в одноэтажных домах. Мало кто, может, из вас знает, я в Нью-Йорке часто бывал, и там только один район многоэтажный. Все остальные, даже в Нью-Йорке пять районов, и только один район – Манхэттен, а все остальные там по преимуществу одноэтажные. Значит, нужно, чтобы именно конкретно правительство страны исходили определенные законодательные акты, направленные на эту верность? Да, на мой взгляд, что нам, конечно, вы меняете, но сейчас-то Владимир Иванович Путин и ставит эти вопросы. Он говорит о том, что ну, как же при таком судном проценте можно развиваться? Совершенно очевидно. Это перекачка денег из сферы реального производства в сферу финансовую. Ну, когда, вот я вам сказал, вице-премьер Голотинс говорит, что ни в одной стране мира нет таких зарплат, банк, как у нас. Ну, а что там, такой каторжный труд? Да я сам работаю в банке. Потому что вы ничего, что, деньги взял, деньги отдал, да и все. Ну, да, получается, что Владимир Владимирович говорит, например, говорит, и может пройти несколько лет, а людей этих нет. Ну, может, да. Получается, что эти проекты, они остаются некими такими красивыми романами, которые можно читать иногда, если там вчера попить перед каминем, а реализовать их не получается никак. начиная с каких-то законодательных актов и назовем какими-то мелочами, связанными с подключением электричества. Потому что у нас очень тяжелый вопрос. Как это получается? Мы читаем красивый роман о малоэтажном строительстве и говорим об этом, что нужны такие дома, дети по траве бегают, и мы не можем это реализовать. И в ближайшем будущем не можем реализовать. Я сейчас дополню. Сегодня можно собрать 200 человек и вам выделят землю по отдачным строительствам. Потом вы можете перевести. Бесплатно землю выделяется. За 100 км по дороге. Далее. Сегодня законодательство федеральное рекоментирует возможности ваших. Вы определяете целевую группу, формируете совместно целевую программу, идете к губернатору, и он вам по целевой группе бесплатно выделяет землю. За 100 км. Каких 100 км? Это вопрос с коммуникацией за счет муниципалитета. Это тоже идет в целевую программу. Я это знаю. Так эти вопросы надо решать. Я знаю. Даем землю за 100 км. Нет ничего. Какие боли? Есть вопросы о неживании, градуировании, нанесении награды. Это реальность, с которой столкнулся я. Это уже вопрос коррупции. Месты власти. Нет. Дело в том, что не коррупция, а в частной собственности земля находится как раз в близлежащей все районы городов, крупных населенных пунктов. Это частная собственность. Либо это будет земля, которая не предназначена для застройки. Это так и есть. Они дают землю. Например, у нас это верхняя и нижняя табда. Это 70-100 км. Пожалуйста. То есть земля уже нарезанная? Не то, что там есть и нарезанная, есть и разные другие. Там, хотите, приезжайте, смотрите. Да. Это мы проходили. Под что? Под что? Это надо разбирать. Если вы хотите по строительству, а какая разница? Сколько километров будет есть? Развивать инфраструктуру? Развивать инфраструктуру? Вы хотите сделать правильно? Индивидуальный предприниматель, как можно? Если это производство... Вы 20 человек собираетесь. Ребята, мы не вас пришли слушать. Ну, в общем, видите, конечно, есть проблемы текущие. Надо жить сегодня. Но нам хоть какую-то модель будущего-то надо создавать. Что мы... Сегодня-то вы посмотрите, что у нас Питер и Москва. Так вот, в начале было слово. Я не говорю о том, что мы сегодня с вами тут собрались, выступили, и завтра у нас все, так сказать, бросили все города и пошли. Да нет, этого не будет. Но нам нужно хотя бы эти вопросы ставить и ставить их перед государством, о том, чтобы появились вот эти новые какие-то линии в законодательстве, и закон не о земле, и другие вопросы. Ну, или проще говоря, чтобы туда приходили люди именно с такими целями и задачами, которые вы уже ставили в правительстве или в районные администрации. Я думаю, что если какое-то серьезное молодежное движение проработает хорошо и говорит, вот нам нужно там, так сказать, десять тысяч гектаров земли, вот у нас там десять вузов, вот мы уже, у нас есть выпускники готовые, вот мы проработали модель, ну, то есть вот, ну а как еще? То есть, нужно жить сегодня, а завтрашнего дня тоже надо. И я не говорю вам, что мы завтра все изменим, но мы не изменим, чтобы через сто лет Россия стала другой. Сегодня должен появиться образ какой-то, и должна появиться где-то модель, хотя бы в одном числе. Пусть учебная, но модель. Если этого не будет, то и через сто лет все это сделается. То есть сегодняшние вопросы, конечно. Вопрос. Ну, во-первых, спасибо авторскому коллективу за, на мой взгляд, чудовищную работу, которая делается. А вопрос такой, по вашим представлениям, вопрос по стандарту энергообеспеченности. Вот все уже близко курсится, да, об энергорубле. Вот, дело там уйдет, но вот все еще пока что нет. По вашим представлениям, через какой примерно срок возможно это случиться? Ну, видите, сейчас идут такие очень серьезные глобальные процессы. Иногда то, что происходит на глобальном уровне, оно остается так незаметным, да. И, конечно, просто вот так вот ввести новые деньги, вы понимаете, что такое международные отношения и что такое войны. Все войны организуются, ну, там, где попытались, допустим, вводить, собственно, эти деньги. Вот получили то, что там арабская весна, которая начиналась-то, в общем-то, как раз со страны, с линии, где стал вопрос о создании новых денег. Ну, нужно учитывать вот эту жестокость мира, окружающего. И на сегодня самый главный процесс, который идет, вот так незаметно прошло, но создан, в Европе есть ЕБРР, да, Европейский банк реконструкции и развития. У нас создан ВБРР. Это может перерасти во всемирный банк реконструкции и развития, если туда подключится Китай, если туда подключится Иран, если туда подключится Италия. А сегодня в руководство этой структуры приглашен, вы знаете, Строскап, который как раз сказал о том, что дальше там цивилизация развиваться не может, когда узкая группа людей все себе присваивает, а в дальнейшем все равно это приведет к взрыву. Так вот, сегодня буквально с утра, когда я езжал, так в 6 утра, уже Строскап там на радиоканалу, этому телевизионному каналу 24 давал интернет. Он уже как-то искачал, поэтому это не получится так, что вот мы, скажем, ввели энергорум, или все у нас изменилось. Нужна принципиально новая система кредитно-финансовая и денежная система, поэтому там совершенно с разных сторон идут проработки, но помимо, тут невозможно рассчитать, помимо чисто технических вопросов и просто финансовых расчетов, еще стоит вопрос о глобальной военной безопасности, потому что если тут чуть-чуть перебнуть, то просто может качаться военный конфликт, и все будет ничего. Поэтому нельзя здесь подталкивать как-то руководство, потому что там можно, не зная, что там вокруг, можно столкнуться с непредсказуемыми последствиями. — Здравствуйте, Михаил. Я вот такой вопрос. У вас шесть пунктов, ну, мировоззренческих, там любой. Я почему-то, когда лекции для сотрудников ФСБ в интернете посмотрел, мне с тех пор казалось, что там семь должно быть. И вообще по всем ретям, там часто мы цифру семь встречаем. Так вот, на ваш взгляд, седьмой, будешь ли мировоззренчество, какой бы пункт можно было сделать или он не нужен? — Нет, но иногда там, да, я такие предложения там выделил даже конкретно, но дело в том, что мировоззренческий, может быть, его как можно терминология, может быть, та или иная применяться, но мировоззренческий, он в том смысле, что он в верхней уровне, он по определению. То есть вот все, что связано со смыслом жизни, с пониманием Бога, с различением добра и зла, так сказать, вот это все на этом уровне. Поэтому тут G7, может быть, это когда-то что-то и будет пересматриваться, но на данном этапе мы просто видим, что все предложения, по крайней мере, которые возникали, они, в общем-то, так или иначе, их можно подвести под тот или иной приоритет, который уже обозначен, ну, из нашего опыта. Так что пока я тут не вижу необходимости, когда будет явное несоответствие с запросами дня, но пока-то никто не хочет всерьез считаться и с этими шестью различными, да. То есть если бы кто-то аргументированно сказал, что нет, это все не так, ну, никто возразить ничего не может, но и применить в практике государственное строительство, пока это так не очень. Использует. Здравствуйте. Михаил Ольшанский, Виктор Алексеевич. Такой вопрос. Сколько рубль привязан к доллару и, в принципе, в настоящий момент, сколько бы LPA производила Россия, мы постоянно долгаем. Долг берем и больше еще и должны. Какие бы, на ваш взгляд, какие бы простые шаги самые можно было бы дать обычному, простому человеку, чтобы выйти из-под этого контроля и встать на путь национализации рубля? Ну, видите, с уровня простого человека, конечно, не просто это решить. Вот мы как-то тут сегодня говорили, там, по поселениям, вот, вымирающим, пустующим. Знаете, на уровне простого человека что очень важно понимать? Вот, кстати, Глеб Тюрин, это его технологии, я с ним беседовал подробно. Он занимается восстановлением умирающих русских деревьев, да, в Архангельске. В чем его технология? Вот к простым людям обращение. Он приезжает в какое-то село, которое пока еще, ну, живет и плохо, но уже так все начинает потихоньку умирать. Он изучает ситуацию, которая там творит. Дальше собирает народ и говорит, ребята, в чем ваша основная проблема? Вот у вас нет денег, да? Ну, вот все, у нас нет денег. Откуда эта проблема возникла? Эта проблема возникла в тот момент, когда вы купили бутылку пепсикона. Ну, что такое пепсикона? Ее произвели там где-то, да, привезли вам сюда, в тьму таракань, там сказать, через магазин. И вы, те деньги, которые у вас есть, вы отдаете ее за бутылку пепсикона. Тем самым вы поддерживаете доллар и так далее. Потому что деньги ушли туда. А как нужно было бы поступить? Я говорю, я тут посмотрел вас здесь. Так у вас же вот дядя Петя, он живет там на краю, он же просто любитель по жизни леса, ягод. Он постоянно в лесу собирает ягоды. Зачем вам пепсикола? Представьте себе, что вы бы вместо этой пепсиколы заказали этому дяде Пете, чтобы он вам сделал морс из этой, значит, брусники, которую он набрал. И он бы принес вам эту свежую ягоду, там, так сказать, вы бы эти 100 рублей отдали бы ему, а не туда, за Кепсикову. Но как только он получил бы эти 100 рублей, так он мог бы пойти к соседке, которая у нас прекрасно выращивает огурцы по сию форму, купить у него огурцов. Но соседка, когда она получила бы деньги за свои огурцы, а сегодня она не может получить, потому что ни у кого денег нет, она бы пошла к своей соседке и постриглась бы, потому что она прекрасный плитмахер, но она не ходит стричься, потому что у нее нет денег. А та соседка, когда она, значит, постригла бы и получила бы за это деньги, она пошла бы в следующий год, и все. То есть для того, чтобы жить, это нормально, но не нужны деньги, потому что однажды, получив некоторую сумму, вы будете, так сказать, по кругу. Вот у меня нет с собой кошелька, он остался в портфеле. Так бы я вам показал, у меня пачка шеймуратиков, да. Это я вот только что в Башкирии был. Там ребята, вот, 35-летние, они выпустили свои собственные деньги, да. Назвали их шеймуратиками. 50, 100, 500, ну, написано, товарный талон. Вы не представляете, у них товарооборот в течение двух лет вырос 12 раз. Думайтесь в эту цифру, 12 раз. А в чем дело? А не было денег ни у кого. Они напечатали и выдали зарплату этими талонами. А у людей появились талоны, и эти талоны принимаются в их магазинах. А в магазины привозят продукцию их же, там, крестьяне. Теперь у них появились деньги. Они начали покупать молоко, начали покупать сыр, начали... Ну что, их затаскали по судам, суды, прокуратуры, там, туда-сюда. Вот они Верховный суд Республики выиграли. Сейчас это протестовали в Верховном Федеральном суде. Я не знаю, чем закончится. Вот они, как мне, приедут. 9-го числа у нас договор с нашим университетом, с ними. Вот. Но уже этого руководителя там судится. А его приехали к нему и привезли на встречу с Владимиром Путиным. Которая прокатывается. И он так же приехал. Потом как не заехал. Есть такие простые ребята, но вы можете в интернете набрать Шеймурат. Шеймуратики. И там прочитать все. У них деньги с отрицательным судным процентом. То есть, деньги каждый день, каждый месяц они убывают. То есть, сегодня ты получил 100 Шеймуратиков. Это 100 рублей. А через месяц это уже будет не 100, а 95. То есть, если ты их будешь копить, то тебе невыгодно. Они только в оборот запускаются. А где можно найти вот таких людей? Я не знаю, там, какую-то группу или клуб какой-то, который занимается вот этим вопросом национализации рубля и так далее. Ну, смотрите как. Здесь ведь вы, если помните, Владимир Владимирович Путин начал как раз с этого. В 2000 году, когда он пришел к управлению. Поднимите газеты все. Все газеты там запестрили. Путин, значит, решил национализировать ЦБ. ЦБ решает самостоятельность и туда-сюда. То есть, он тоже думал, что… А потом включили такие нахометки. И такие начались процессы. Потому что, когда, допустим, курс тонет, то это не просто так. Когда взрываются ракеты на старте, вы думаете, это просто так. Это разговоры символов и методов. Путин тоже уже научился отвечать. Пришло думать, как рыбалка Путина. Он там щуку поймал. Вы что думаете, это реально идет о рыбалке? И о том, что это… Нет, это символика. Это символьное общение с символами мира с его. Посмотрите, там проходило это самое… Когда этот самый G7 там или чего там… Все говорили о том, что надо там сейчас там все их сделать. Кто сделать это? А что сделали? А сделали эти шуку. Вот. А после этого он уплывает щуку. А вес какой щуки? Молодцы. 21 килограмм. А весна как называется? Русское чудо. А весна как называется? А весна – 21 килограмм, а потому что глобальное управление всегда со времен древнего Енипта 22 аерофанта было, да? 11 левых, 11 правых. Но один из аерофантов у меня есть давно уже лет 15 назад. Я видел такую картинку, называется «Плакальщицы». Значит, две колонки женщины плачут. Но в одной колонке 11, а в другой только 10 плачут. Одна встала и улыбается. Почему? Потому что один из 22 сдал это все и работает с нами уже, а не из 20 улыбка. А Путин теперь нашел блесно, на которое оставшихся 20 людей хочет поймать. Потому что уже, как бы, так сказать, последнее, я говорю, это же только видно было. Ну, вы сами понимаете, что президенты же там решают, есть кто-то, кто за них решает. А их задача там озвучить то, что им сказали. Ну, вы посмотрите на эту шестерку, семерку. Вот просто на интеллект общий. Ну, с кем вы Путина там сравните по интеллекту? С… там, с Бернусковичем или с этим… с мранцузским? С Виктором Алексеевичем. Там же просто анекдоты, мы просто рассмотрим. И сравнивают там, видны что-то. Ну, не тот уровень, как бы. Виктор Алексеевич. Процессы какие-нибудь простые. И вы внимательно слушайте все, что связано с Путиным. Это всегда это для гураков, там, и для СМИ там публично все это подается, что вот там, значит, стерку он усиливал, вот он щуку поймал. Да не в щуку. Это идет символьная передача информации тем, кто кое-что понимает в управлении. Там слов не говорится. Там всегда… Речь идет на уровне символов. Вы в свое время задавали так символный вопрос. А кто, ребята, у вас круче? Швейцария или Соединенные Штаты? И получили ответ. Картиночка у меня такая дома. Есть, значит, Соединенные Штаты, а над ними «Incredible Swiss» и надпись «We do not to keep you on the top». Мы сделаем все, чтобы держать вас на вершине. Вот. Пирамид Киева. Поэтому сейчас Путин начал с ними разговаривать в таком же языке. В языке символов. Там новая записка будет вот эта. Про Совет граждан России вроде этого занимается. А можно вдогонку по символам? Вот так муссировалась тема про развод Путина. И, в общем-то, она насаждалась больше какой-то такой нравственной стороной. В общем-то, правильно-неправильно, мужчина-женщина, семья. А вот, может быть, здесь тоже скрытся тайный смысл? Потому что в интернете многие находили информацию о том, что Людмила, развод с Людмилой, то ли он с народом развелся, и окончательно вступил, наоборот, в банду, скажем так, этих главарезов, да? Или, наоборот, он развелся семьей, то есть как бы ушел из вот какой-то вот, ну, может быть, ельцинской эпохи, которая была полностью поражена вирусом. Вот, может быть, здесь есть какой-то тайный смысл? Я вот, если говорить на уровне так, символов образом, конечно, там очень много мистики, вне зависимости от того, хотел этого Путина или не хотел, или хотел это кто-то сделать из тех, кто кое-что понимает в его сооружении. Ну, знаете, вдруг этот развод был объявлен, когда идет балет Эсмиральда, да? А в это время из Питера транслируется на 50 стран мира балет и Единое озеро. А это, извините, балет и Единое озеро, и Эсмиральда — это такие встречные, противоположные по смыслу матрицы. И вдруг заявляется о семейном разводе, да? Хотя мы знаем, что Путина поставила, как бы, к руководству семья, да? Ну, то, что мы говорим, веки-векциевская линия, да? Ну, это уже, так сказать, сложившаяся терноводия семья, да? Поэтому, ну, каждый понимает по-своему символику, ведь она не предписана там. Каждый понимает, как хочет. Точно так же, как творчество Пушкина. Один может понимать так, другой по-другому. Это по нравственности даёт семья. Я, например, вот эту ситуацию расценил как именно семейный расход. Что Путин наконец-то встал на такой уровень, когда он от семьи уже дистанцируется. Вот. Потому что, конечно, когда он приходил к управлению, ну, наверняка иначе не бывает. Он брал на себя определённые обязательства, гарантии, связанные не только с безопасностью там семьи, но и порядок других проблем. Вот. А что касается, видите, брака в целом, то всё то, что происходит, это какой-то абсолютный нонсенс. То есть, посмотрите, как управляют через терминологию, опять же, если говорить о символике, терминах и так далее. Вдруг у нас появляется термин «гражданский брак». Что такое «гражданский брак»? У нас есть бюро в записи актов гражданского состояния. То есть, в ЗАГС это и есть те, кто в гражданское состояние регистрирует. Поэтому то, что у нас сегодня называется гражданским браком, вдруг почему-то, это сожительство. Это всегда называлось сожительством. И никакого отношения к гражданскому браку это не имеет. Потому что гражданский брак, он как раз в ЗАГС регистрируется. В записи актов гражданского состояния. Но чтобы уйти от сожительства, ну вроде так поприличнее назвали, сподишь, поймались на это. Почему? Потому что основной институт развития государства это семья. Это семья, то зернышко, из которого вообще государство произрастает. Вот из этих зернышек и получается поле государства. Чтобы это разложить, вот так внедрили. И теперь что добиваются? Что браки вообще не нужны, гражданские браки. Это, так сказать, как надо жить. Но при этом все комики и петики, они должны регистрировать свои браки. И там-то, ну они, если бы, жили бы гражданские браки. Нет, они воюют вовсю, во всех странах мира за то, чтобы их-то как раз браки регистрировали. Ну где, Моника? Вдумайтесь. Нормальный брак, он регистрироваться не должен, а вот, значит, на полые браки это, так сказать, должно регистрироваться. Но Украина вот здесь, она, конечно, превзошла многие мои ожидания в некоторых вопросах. Я так, ну не знаю, насколько там достоверно, но мне так сказали, что вот тоже пример того, кто концептуально грамотен смотрит на мир, и кто так риндоскопично вот там на уровне средств массовой информации что-то фиксирует. Вот разбираются, а что же такое, значит, порнография, а что же такое возвышенная эротика. И вот начиная там, во всех странах мира, там, у нас особенно, там, юристы, там, вот если видно то, то это, значит, эротика. А вот если это видно, то это, значит, порнография. А если вот и это, и это видно, то и тогда, допустим, вовсе. Но Украина, вроде как, мне сказали, нашла все-таки выход из положения и сказала, что если разнополые отношения, то это все эротика. А если вот однополые, то это порнография. А в действительности, просто в другой плоскости вообще это все смотрится. То есть, если что-то женщина адресует одному единственному конкретному любимому человеку, то это все высоко, эротично, порядочно и человечно. А если она что-то адресует самцам безадресно, всем по кругу, то что бы ни делалось, это все пошло и неприлично. Коленками она показала там или еще чего-то. Совершенно не важно, что она при этом показала и что там видно. Важно, что это безадресно адресовано на возбуждение самцов без каких-то последствий, как бы для них. Или это адресовано любимому человеку. Вот и все. Поэтому совершенно с другой стороны. Да, у меня такой вопрос. Вы читали Анастасию? Можно громко, пожалуйста? Потому что я на самом деле тоже читала буквально год назад, закончила все книги читать. И хоть вы на меня не ссылаетесь, я просто прям слышу, что вы берете прямо фразы из книг. Анастасия? 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 Анастасия, я так скажу. Я там, если Анастасия умеру, Голикова, я слишком глубоко знаком с этой проблемой. И могу сказать, вот вы в мире Анастасии. То есть там очень хорошие такие люди, ищущие добро и прочее. Но они не понимают, как их разводят. Вот что такое глобальная разводка на надгосударственном уровне? В свое время человечество и наша страна болела идеей справедливости. То есть вот просто уже это выбирало и понимали, что рано или поздно сформируется некая общность, и эту идею проведут в жизни. И вот тогда была подброшена имитатор этой справедливости, это марксизм. Марксизм это чисто провокационная, вредительская разработка Запада, которая была подброшена доверчивой Россией. О, вы хотите справедливости? Вот, ребята, вот приехал этот самый Карл Марс к вам. Вот девичья фамилия его, кстати, Мардахей Леви, да? Вот он-то для... он не спал, не ел, он думал, как бы вот русским мужикам помочь. Вот вам, пожалуйста, марксизм, и давайте сейчас на марксизм изначально, это метрологически несостоятельное учение, которое было рассчитано на то, чтобы дезориентировать все, и чтобы потом привести это в тупик. 90-й год это абсолютно естественное, логичное следствие того, что было заложено марксизмом. И то, что до сих пор отстаивается Зюгановым там и его последствия. Тоже, казалось бы, нормальные люди, благонамеренные, но они не понимают, что марксизм и вся эта вот фальшивка, которая продвигала, это лживый имитатор. Вот. И точно так же звенящие кедры России. Эта разработка выполнена не в России, она выполнена в Швейцарии, подброшена Россией. Почему? Потому что в России вызревает на сегодня вот эта идея единения с природой, идея гармонии с природой, идея развития науки на базе того, что уже есть в природе, что она там изобретает. И вы посмотрите, что в природе есть, и пользуйтесь этим. Так вот, чтобы, не дай бог, в России не вызрело что-то свое, так сказать, устойчивое, долгосрочное на столетие, подбрасывается идея вот этих звенящих кедров России, Анастасия, в чем там основание, каждому по гектару земли. И вот, значит, и все, как вот вы сказали, или каждому отдельный дом, да, это не идея, это способ разъединить людей, каждому по гектару. Вот они там получили по гектару, заборы поставили, начали жить, потом поджигать дома друг друга, потом там воевать друг с другом и так далее. Значит, это провокационная идея, подброшенная для того, чтобы дискредитировать это. И потом сказать, не, ребята, вот жили в городах, вот и слава богу, посмотрите, вот попробовали там, так там вообще черти что-то, знаете, получилось. Поэтому я как раз не из этой линии, и то, что там как бы продвигается в жизни, она продвигается очень хорошими по духу своему людьми, благонамеренными и прочее. Но они не понимают глобальной разводки. А какие вы идеи видите, формообразующие, вот, нового, как бы, такого, способа пребывания человека на земле? На чем будет держаться вот наша цивилизация, это русский язык, слава богу, 20-е годы у нас хотели перевести с киевица на латилицу. Что было сделано, кстати, в Турции, я вот только что в Турции был, выступал по Корану нам и прочее, но ведь Турцию перевели на латилицу, вы не думайте столько. Вот если бы нас тоже так же, если бы Сталин это не рассек, и нас бы перевели на латилицу, ну как бы вы сейчас Пушкин читали? Поэтому скрепы такие глобальные наши, это русский язык, это Пушкин, пока еще не поздно, потому что все великие тайны, они у Пушкина, заложены только их надо прочитать. И это человечность и богодержавие, то есть мы должны строить не самодержавие, а мы должны строить цивилизацию богодержавие. Когда мы богу доверяем, верим богу и, как бы, полагаясь на него, создаем что-то от божьей води, а не от себя. Если мы понимаем, что бога нет, ставим себя на место бога, мы там начинаем, так сказать, где начало хотя бы богодержавия, сейчас в Европе, или в Соединенных Штатах, или еще где-то, да нет такого. Мы говорим о богодержавии, как вот стремлении людей к единому для всех живущих на Земле, вне зависимости от вероисповедания, вне зависимости от Света Божи, и так далее. Бог уже есть, и в Африке. Скажите, вот я слушаю вас вообще на сцене, вот для меня очень удивительно все, что вы как личность вот даете, для меня, я в начале всех этих путей, и самое интересное, что вот комплексно, как бы, ну вы мне показали высший пилотаж. И вот, тем не менее, я хотел спросить, вот, допустим, такой вариант, когда жить не в городах, а вот в сельских территориях, и привести свою жизнь в соответствии, чтобы люди не пили, не курили, чтобы никаких вот таких гадостей там не было искусств для того, чтобы быть счастливым, потому что понятно, что все внутри, и надо просто ресурсы раскрыть внутренне, быть счастливым. И об отношении с окружающей средой, чтобы вот не было полигонов, технических разжигательных заводов, внедрить, допустим, культуру, разделе бытовых отходов, ну много чего хорошего есть. Я просто двигаюсь в этом направлении, я двигаюсь как бы активно, вот, но у меня как бы нету сверху никакого там ни помощника, ни отца, и тем не менее, если я увидел вот вас, как бы, как раз, может быть, вот такого человека. Если у вас есть какие-то проекты, мог бы я вне свечиться? Потому что вот в своем городе я уже делаю все то, что вы... Вы из какого города? Я сейчас живу в Подмосковье, это город Балашиха. Ага. Ну, вы знаете, вот каких-то тут откровений особых я ничего не говорил, да, действительно, у нас есть такие серьезно выстроенные системные знания, но они сейчас все изложены в интернете. И сейчас, вот, я думаю, что не стоит нам создавать каких-то кумиров, там, вот, ну, как вы знаете, вот кто-то хочет, мы должны понять, что каждый человек, он самооценен. И вы ничуть не менее ценны для, как бы, Бога и для общества, чем я. Просто у каждого своя миссия. И, значит, вы на сегодня должны просто опираться на ту информационную базу, которая есть в интернете. Ну, вот, если, ну, допустим, ну, я стараюсь как-то более-менее популярно эту информацию подавать, но если вы наберете в интернете, там, кстати, у вас в Балашихе, когда я был, там у вас стоит такая очень серьезная закрытая войсковая часть. И вот у меня там знакомый работал просто, ну, техническим работником, захожу к руководству, а там у меня ваши лекции слушают. Сейчас там это протекает везде. Поэтому вы просто в интернете, там, если там популярно, можете через мою фамилию найти там разную информацию. Наберете там информацию, там, сайты по концепции общественной безопасности, там, вода, СПП, или там, значит, сайт, ну, вот, есть ДОНа, достаточно общая теория управления, ДОНа.ру. И вот это и будет вашим, как бы, духовным отцом, что называется. Да, отлично. Вот, кстати, по поводу своего города, где я сейчас живу, немножко сложновато действовать, потому что вот Москва и вот в режимах нет города, отсутствуют комьюнити у людей полностью. Я бывал бы в других населенных улицах, в более удаленных, там намного проще действовать, ну, там, как-то истинность, праведность там засевает. Тут люди, они не живут в городах. Он говорит, что живет, но здесь петостазы Москвы, там, у вас, конечно, сидят. Я приглашаю сейчас по сборной Алтай, там есть город Бис, там, мой знакомый, он уже как раз действует, он мне это говорит, решает туда, как специалист, для того, чтобы преобразовать город полностью по структуру раздельного сбора бытовых отходов. Вот здесь с Алтая же ребята есть, я не знаю, в этом зале, но и с Алтая есть очень серьезные ребята, и вы здесь можете их найти. И они как раз, вот, в идее сейчас стоит даже не столько, чтобы вот вы нашли свой путь, вы его так иначе найдете. Задача сейчас состоит в том, чтобы таких людей, как вы, было как можно больше. Вот в чем вопрос. Потому что, когда таких людей, есть такой, так называемый режим автосинхронизации, вот, как стата лошадей, знаете, 10% побежали в пропасть, все туда стояли. И точно так же люди, есть такая характеристика, как режим автосинхронизации. Как только будет 10% таких людей, как вы, то все общество перейдет в этот режим, и все мы начнем искать добро. А сегодня, к сожалению, большинство заточено на то, чтобы сделать бабки и сегодня, и как можно больше, и все. Но никто не понимает, что не в бабках счастье. Я вам скажу так, я ни одного, вот из своих знакомых, не знаю ни одного человека, богатого, который бы был счастлив по жизни. И чем более он богат, тем более он несчастлив. Это просто, вот, абсолютно железная связь. Можете проверить на каждом. Слушай, а что ты не бросишь-то эту жизнь? Ну, вот, и семьи нет, и это все брошено, ничего нет. И это брось. А как я брошу? На мне это все висит. Я меня только если вперед рогами. Больше никак не выписываю. Ну, возьмите самого крутого, круче некуда, Березовский. Ну, посмотрите на его судьбу. Вы хотите такой судьбы, да? А если вы будете на две ступеньки, то у вас бедный проблем будет примерно столько же, может, немножко другого уровня. Но это то же самое. Вот, поэтому, как только у нас появятся люди, которые скажут, ребята, так а зачем нам все это? Зачем нам эти Мерседесы? Зачем нам это там достать сверху? Да нам просто природа. Нам нужно, чтобы дети потравили, чтобы мы нормально поели, не обжирались, как сейчас. Вот. И все. Потому что, посмотрите, что такое пищевая цепочка? Вот у вас есть какая-то органика, да? Значит, эту органику съедает баран. Но баран, когда съел эту органику, из того, что он съел, у него не слоилось, в лучшем случае, там, 5%. Все остальное подалось, ну, на улице, да? А вы теперь берете этого барана, да? И там что-то пытаетесь найти. А что вы баране-то можете найти? Вы же можете синтезировать все то же самое, что и он может синтезировать. Но если бы вы не баран это потребил, а вы баран, то КПД это был бы, ну, в десятки раз более крутой. Потому что, когда вы съели сами эти же бобовые, эти же корешки, эти же орешки, то у вас более чем достаточно для питания. Но не надо природу насиловать. Поэтому, как только мы выстроили вот эти цепочки, что мы не едим вот это, а вначале надо, чтобы это нам баран переработал, а это свинья переработал, а мы уж потом там, вот, так, а мы же природу тем самым купим. Ну, понимаете, поэтому вот, как только мы сформируем достаточное количество людей, у которых мировоззрение иное, которые понимают, что ценности другие, что нужно жить и ценить, жить иначе и ценить другие вещи, что питаться нужно иначе, то надо нам всего-всего хватить. Человеку, чтобы вы знали, для того, что ему нужно пожить, нет, достаточно солнечной энергии, которая падает на один квадратный метр площади. Вот достаточно для жизни. Только ее не надо 15 раз преобразовывать. Вначале солнечная энергия перерабатывается растением с помощью фотосинтеза в это, потом баран это перерабатывает в это, потом, значит, мы свинью кормим там всем чем-то, а потом сами начинаем это есть. Ну, так извините, а то извините. Мне, мне, мне. Здравствуйте. Хотел вопрос. Обыски в штабе КПЕ на Силете, как вы считаете, связаны с концепцией или все-таки с партией КПЕ? Нет, ну, мне кажется, что видите, в чем проблема. Проблема в том, что все-таки концепция, она не связана с какими-то личными продвижениями, с какими-то партиями, скажем. Потому что через концепцию невозможно, ну, это неправильно, там, создавать партия, это часть. Концепция предназначена для того, чтобы изменить жизнь в обществе. Вот. И поэтому мне там сложно судить, я там не знаю деталей, вот, но мне кажется, что когда вот на базе концепции формируется представление о том, что можно на этой базе, там, в власти куда-то прорваться, то это крестную депутацию получить, еще чего-то, то это не совсем правильно. То есть, я все время тоже, допустим, участвовал, а часть там, ну, ну, для чего? Просто для того, чтобы продвигать информацию в обществе, ну, не более того. Если человек концептуально грамотен, он понимает, что невозможно через партию изменить концепцию. Потому что партия – это всегда инструмент, передачное звено от определенных властных структур в рамках действующей концепции к массам, да? Но не имеет права партия выступать за рамки концепции. А здесь мы говорим, у нас другая концепция, ну, к вам пришли ребята, у вас партию все захотеть, как это же мы играли по правилам, какого не бывает. Партии все создаются только в рамках той концепции, которая сегодня реализуется. А вот если изменить концепцию, тогда партии вообще не нужны. Тогда будет так, будет многодержавие этой народной. Поэтому я убежден, что никакого отношения к концепции это не имеет и не может иметь, потому что концепцию, с ней невозможно бороться, потому что там идет информация, которая идет за пределами того, что понимает власть. То есть власть этого не понимает и никогда не пойдет, потому что это государственное управление. И разобраться в этом, это надо бросить то, чем ты занимаешься, ну, и хотя бы годика-два-три просто почитать, там, кое-что понять. А те, кто работают во власти, у них просто физически нет для этого времени. И поэтому, когда они видят что-то концептуально чуждое, ну, это их задача. Задача судов как? Ну, вы же знаете, кто-то, кто знаком с концепцией. Задача суда – защищать эту концепцию от чуждых концепций. Задача исполнительной власти – проводить концепцию жизни всеми доступными методами, избегая этого. Поэтому задача изменения концепции – это не партийная задача, это задача мировоззренческая и задача прозрения, как бы или просто народу. Через партийное строительство это не решается. Скажите, пожалуйста, а вот медитация, культура, которая нас ожидает, ну, не знаю, как это правильно это позиционирует, все-таки это, ну, говоря, что медитация, да, это все-таки быть с Богом, молиться в этом – это общаться с Богом, медитация – это признак. И, ну, как, Ваше мнение, ведет ли оно к детальному индивидуализированию, там, человека, человека, общества? Либо все-таки это, ну, есть в этом культуру, который можно теменять? Вы знаете, в чем здесь дело? Я уже сказал, что есть западный человек, есть воскользкий человек, есть русский человек, да? Вот, все-таки, проблема в чем? Для чего это все? Для того, чтобы изменить жизнь и для того, чтобы кайф получить для себя. Если, я думаю, если просто задача сесть под елку и там кайфовать, ну, и что? Это не божественная задача. Гедонизм. Поэтому, да, это, опять, тот же гедонизм, но только не материального плана, а духовного. Вот. Получать как? Через, так, один через колбасу, второй через секс, третий через как-то медитацию. Ну, это из одного поля. Вот. А, значит, энергоинформационное вообще развитие личности, если оно реализуется только для того, чтобы вот себя любимого, так сказать, как-то развить, и показать другим какой-то крутой, то это наказует заходить. То есть, все это полезно ровно настолько, насколько это нужно для вас по жизни. То есть, если у вас плохое настроение, что-то, человек должен быть всегда в хорошем настроении. Если у вас настроение испортилось, ну, разный способ на природе побывать, как-то почувствовать эту энергетику, пообщаться, как бы, так сказать, вот, вы знаете, наши клапаны, вот ладошки, темечка, верхние клапаны. То есть, вот попробуй, там, вдохнуть, чтобы энергия в вас вошла, там, повращать ее, потом выдохнуть через нижние клапаны, это стопы и промежность, значит, и вот как-то энергетически себя подпитать. Но не для того, чтобы показать, о, какой я, а чтобы, просто для того, чтобы в жизни, ну, решать какие-то конкретные практические задачи. Это точно так же, как и с телом. Вот качки, там, пришли, они накачались, да, там, так сказать, для чего? Ну, если бы он в огороде грядки копал, да, там, так сказать, еще чего-то, это благородно, это и Бог бы ему помогал со здоровьем. Но если бы он просто накачался, чтобы показать, какой он красивый, то потом, рано или поздно, он получит проблемы со здоровьем. И точно так же в энергетической накачке. Если себя накачивать как самоцель, это не ведет к огороду. Сейчас все признают, что система, которая, ну, прозападная система, она идет к кризису, к глобальному кризису. И сейчас стали появляться личности, я буду просто не буду называть, которые открыто говорят о том, что проблема существует, о том, что есть политика уничтожения населения, но когда задаешь конкретные вопросы, они, например, насколько, допустим, сценарий списания Америки с мировой социальной областного, или как Америка влияет на эти позиции, правило входит в область сакральности. Они говорят, это где-то там, это мистика, то есть это первое. Второе, значит, они не дают сценария выхода из этой ситуации, то есть кризис и кризис, да? Или дают, есть такой проект 2045, да, то есть человек-голожан. Ну и тогда вот эти вот сценарии, они пытаются что сделать? Послать этот кризис, его переформатировать на новый лад? Или все-таки они пытаются действительно создать свою элиту, национальную элиту? Вот вопрос. Ну, что же по принципу, да, политаризм? Про национальную элиту и прочее, здесь все-таки нам надо разграничивать уровни управления. Есть действительно вот некие национальные, там, государственные уровни управления, но есть надгосударственные структуры, надгосударственные уровни управления, а есть еще концептуальные, да, которые над всеми видами власти стоят. С этих позиций Соединенные Штаты Америки самая несамостоятельная страна, то есть это страна-марионерка. Это совершенно очевидно для любого более-менее грамотного человека, вопрос управления. То есть если страна вышла на уровень шестого приоритета и потрясает военным оружием, значит у нее с головой что-то не так, да? Вот в Швейцарии она никогда не уйдала, но у нее всегда все нормально. А Соединенные Штаты, они только с помощью военного оружия решают проблемы, это путь в никуда. Как же и что сейчас происходит с Европой? Ну это я вам просто свое мнение скажу, я не вещаю, как бы, так сказать, в последней инстанции, могу только сказать, вот в рамках того, как мне это представляется. Есть концептуальная власть. Концептуальная власть, ее отличие в том, что она ничего не организует, ничего не создает, ничего не разливает. Она просто отслеживает тенденции. Вот есть такая работа, она называется «Сад растет сад» со знаком вопроса. Вот точно так же и у человечества. Человечество растет само, да, человечество растет само, но есть садок. Вот есть уровень такой, называется концептуальная власть, который сам ничего не создает. Он только смотрит, где что развивается. И аккуратненько там подстригает чуть-чуть, там, почечки, там, там, там. Но он не может сам ничего породить, этот уровень. Он может только поддержать то, что реально создается. Вот садок же, он не может, вот вдруг раз, и вот это дерево, оно вдруг там, сегодня на два метра выше стало. Нет, он ничего не может. Это дерево растет садок. Он может только повлиять, как-то так сказать, на это. А если тенденций нет, то он не может их сформировать сам. Такова особенность концептуальной власти. Так вот, что касается сегодняшней ситуации, концептуальная власть давно обеспокоена вот этой беспордонностью так называемого этого рыночного либерализма. Это то, что пожирает планету Земля. И они хотят как-то урезонить. Но у них же тоже конкретные ножницы, и они не могут, как бы, так сказать, просто выйти там на сцену и работать другими методами. А у них нет других методов работы, кроме тех, которые они применяют, как садок. И вот они видят, что образуется это фуфло, и никак его не урезонить. Первый вариант, который прорабатывался, это вариант марксизма через Россию. Они пытались запустить некий проект, который бы был альтернативой, и который бы погасил этот безбрежный рыночный либерализм. Но до поры до времени это как-то срабатывало. То есть, помните, сразу, когда развивалась альтернативная система социалистическая, то вынуждены были на Западе и зарплаты повышать, и о людях начинать проявлять заботу, потому что система явным образом перегревала. Но потом эту систему слили. Теперь как можно урезонить этот рыночный либерализм? Через дискредитацию вообще этого всего. Ведь то, что сегодня делается в Европе, это идет чистая дискредитация в конечном счете рыночного либерализма через основных носителей этого либерализма. То есть, через руководство Европы. Ну, то есть, то, что прививается сегодня Европе, и то, что Европа вещает, ну, для любого нормального человека это полная химия, это полный нонсенс. Это просто недостойно человеку. Ну, невозможно назвать человеками те, кто вот сегодня пропагандирует там. Вот то, что навязывает Европа, то, что реализует Соединенные Штаты, зверство, убийство, гомосексуализм там и прочее, прочее. Это же, ну, для любого человека, который хоть немножко сохраняет представление о том, что такое человек, это полная химия. И, соответственно, как они хотят их урезонить? А они хотят их урезонить с помощью исламского фундаментализма. Ну, для того, чтобы сплотить, как бы, исламский фундаментализм, их нужно вначале опустить до нельзя. И тогда они уже, так сказать, ребята, ну, что, ну, сколько же можно над нами изгаляться? Вольно или невольно сформируется исламский халифат, а исламскому халифату тогда, о, готовая уже есть жертва, да? Это рыночный либерализм Европы. То есть, идет глобальное стравливание двух систем. С одной стороны, исламский халифат создается, с другой стороны, ужасающая безбожная Европа, которая сегодня тоже очевидна ее безбожия. И в перспективе, если строить эти две системы, то можно, ну, как бы, так сказать, уберечь планету Земля от того варварского расходования в средства и ресурсов, которые реализуются сегодня Европой на базе этого рыночного либерализма. Вот у меня, например, на уровне глобальном вот такая насматривается. А выход какой? То есть, они же не дают выхода. А выход какой? А выход создавать реальную, серьезную альтернативу иного цивилизационного пути развития человечества. И вместо тех сценариев, которые предлагает на сегодня глобальный сцен, предиктор, предлагать сценарий русской цивилизации, когда будет все от АДАЯ, от экономики, психологии, идеологии, этики, нравственности проработано системно и заявлено как государственная идеология нашей цивилизации. И тогда в любых странах мира сегодня сколько угодно сторонников такого подхода и будет формироваться новый Ростов. Поэтому вот у меня маленькая книжечка вышла такая недавно. Она издавалась, кстати, для Лондона. На английском языке, значит, она называется «Глобальная трансформация русский проект». И там, значит, вот на Украине, кстати, ее переиздали, там, значит, у меня на картинке выжженная земля и такой маленький-маленький росточек. А на Украине, там у них, да, на обложке вот тот же самый маленький росточек, но на обратной стороне пышное выросшее дерево. А вот с этой точки зрения, возможная роль Киева, учитывая его интеграционную историю? Нет, ну понимаете, то, что сегодня происходит вот с Белоруссией, там, с Украиной, с Россией, это просто прививка такая от того, чтобы мы понимали, что в Белоруссии мы жить не можем, что мы были, есть и будем единой цивилизацией. Как бы кто-то не хотел нас развлечить, на уровне государственности, да, разрезали, но цивилизация-то она была и есть и будет общая на основе, прежде всего, русского языка. Поэтому не случайно на Украине самый главный вопрос – это русский язык. Это, это, умышленно, конечно, потому что русский язык – это и есть основная скрета. Я тоже самое в Эстонии, там, скажем, у меня даже вот финны, и то я это понимаю, как-то я с одним финном беседу, он такой анекдот рассказал. То есть у них главное, чтобы, не дай Бог, их уличили в связях с русским языком. И вот это финн, вдумайтесь, мне рассказывает анекдот. Вот, значит, эстонец ловит рыбу, там, на нашем же озере, там, в общем, с Россией. И вот, поймал золотую рыбку, о, привалило счастье, и рыбка обращается к нему голосом человеческим. Отпусти меня в море, любые три твоих желания испорми. Он берет эту рыбку за хвост и облепку. Никогда не говори со мной по-русски. Вот, примерно, такая сила моя. Ну, это же, это мелкие дрязги. Понимаете, глобальная история, она формируется не годами и даже не десятилетиями. Да, обидно, но то, что мы сейчас наблюдаем, это прививка, по сути, которая делается нашей русской цивилизацией от того зла, которым заражен запах. Потому что до этого нам казалось, о, такая стена, ну, какие там продукты, какая там культура, какие там джинсы, какие там дети, как там все здорово и прекрасно. И вот эта болезнь, она пропитала весь наш организм. Вот весь народ был болен мечтой о том, как все там здорово. И сейчас колбаски поели, значит, фильмы посмотрели, детей там понаблюдали, значит, все увидели и говорят, не, ребята, что угодно, но только не это. Мы готовы хоть в пещерах жить, хоть в землянках, хоть в лесу, но только нам не надо вот этой цивилизации. Раньше мы пытались догнать, теперь догонять, извините. Не надо. Так, ну, пожалуйста. Олег Алексеевич, вот у меня давно, потому что я читаю эти работы, да, по поводу, хотя бы вернуть вопрос к Путину. Вот эти вот умолчания, которые можно вскрыть, вот, в этом разводе, там, вот, поимки вот этой щуки, киславутой 20 килограмм, это задумка его личная, это такое понимание личное, да, и он таким образом обыгрывает средства масс-информации и свой чиновничный аппарат, ничего не понимающий. И мне же это какое-то объективное проявление реальности, да, объективное проявление вот в текущем положении вещей, в том числе в его действиях, как в действиях, как вот такого человека, по-публичному. Ну, мне здесь сложно сказать, я хочу сказать, что Путин, конечно, очень непростая личность, и личность такая, в общем-то, для России, достойная России, что-то сделать. Может быть, после Сталина, это единственный человек, ну, к которому действительно уважительно относятся большинство и понимают, что это личность, при всем там, как бы, там, можно там, да, это оценивать, это, но, как говорят, вот, пульт личности Сталин, кто говорит, извините, твоя личность была. Какой пульт личности Хрущева, что ли, ну, дома Хрущевки, что ли, вы вспомните, вот, Сталинский дом, это понятно, а Хрущевка, это тоже понятно, так и с Путиным. Вот так и будет относиться. Но сказать, что это вот Путин лично там вот эти все расчеты делает, там, 21 килограмм, там, или 22, и, да, как, чего там, потому что щупу ловил, а через неделю эта информация, да, там, и ловил я вообще это, или как, это уже отдельный вопрос. Вот. Но я, естественно, не могу вам, потому что я не знаю, я не могу вам сказать, как это происходит, но происходит это, естественно, вне без вмешательства такого мистического уровня какого-то, вот, и многие вещи на сегодня понятно, что Путин иногда водительствует, то есть ему как-то иногда просто, очевидно, свыше как помогает, потому что он, ну, правильные вещи говорит иногда, очень открыто это не приветствует. Сейчас же весь мир построен на лжи, вот, и Путин этого избегает, и поэтому он, безусловно, водительствует. Но вот как эти сценарии, конечно же, я не думаю, что он лично сам эти разработки видел, всегда есть люди в окружении, которые кое-что понимают, кое-что читают, но и видите, когда он говорит о своих выступлениях напрямую в исследовании, исследователь творчества Пушкина, конечно, знают все, знают все информацию, концепции, просто на констатах открытый разговор по этому поводу, но концепция, вольно или невольно, тоже работает, потому что это когнитивная данность, она висит уже, как бы, в воздухе, и ее невозможно найти, а еще раз. Пожалуйста, а вот роль Антропова в восстановлении Путина, она каковая? Почему вот именно Антропов в оборок свой, потому что на СССР был именно когда кто в Киев, когда там где-то к деду, условно, передавалась власть, когда там, ну, в грех, ну, так уж я не знаю, на роли Антропова тут, в моем-то понимании, всю перестройку от начала до конца вел и готовил Антропов. Антропов представлял в нашей стране надгосударственные структуры управления, никак не связанные с нашей страной, он решал как-то глобальную задачу, был очень высокого уровня посвящения человек, и Горбачева вырастил он от начала до конца, я думаю, что со школьной семьи скамьи, как Ленина выращивали, да, так сказать, со школьной скамьи, не так и Горбачева, то есть таких людей не так много, которые за три копейки и мать родную и страну продают, таких людей нужно подобрать, таких людей надо найти, и такими людьми надо научиться манипулировать, управлять, вот, поэтому заслуга Антропова перед Западом в том, что вот такого человека нашел, вырастил, подготовил от Адамя, вот, Путин это вовсе не продукт антропа, Путин продукт совершенно других структур и совершенно другой линии, поэтому Антропова я оцениваю как человека, руками которого и организован развал нашей государственной. Я предлагаю закончить, но, так, пузитивно, да, вам пора отокнуть. Спасибо. .